всем привет ребят ну что наконец-то решил заснять видосик про изменения на моем аккаунте точнее моем алтаре за последние где-то 22 с половиной года чего я добился на сегодня я уже стабильно уверенно имеют топ-1 аккаунт на русском сервере начал играть на других серверах пока делаю вам обзорчики с китайки 2 аккаунта но сегодня у нас будет обзор на топ аккаунт битвы замков и я прокачаю уже наконец-то максимально все сотые просветы у себя на аккаунте чего я не мог долго сделать благодаря базара который у нас наконец-то начали уже продавать вот такие вот паки с синими красными кристаллами ну честно говоря рынок сегодня не настолько как раньше там по 5 и кучу скинул как то странно у нас скины перестали продавать толком не знаю чем это связано надеюсь это скоро изменится так ну что давайте зайдем заберем акции и уже дальше пойдем трешевать с алтарем покажу вам как выглядит топ-1 алтарь и кого я прокачал кого я поменял то активно смотрит за изменениями на моем аккаунте у меня таланты меняются от 1 до 1 но ничего с этим не поделаешь так окей собираем еще эти плюшки поехали вот у нас синие кристаллы теперь можно будет ковать седьмые шестые сеты так ну у меня давайте сейчас так быстренько просветики докачаем и посмотрим и уже начнем сначала обзор алтаря так еще один надо кристаллов наконец-то наконец-то я могу немножко хотя я не могу расслабиться потому что надо очень много кристаллов там в районе полумиллиона на 7 сет я думаю в дальнейшем будут еще и восьмые поэтому копить и копить надо очень много так сейчас я посмотрю что там у меня думаю должно уже хватить мы надо отвечать всех возможно в дальнейшем даже невозможно я некоторые герои в которых я вообще не использую прокачивал для судьбы я послеваю потому что они мне не нужны и прокачаю еще каких-то интересных героев с интересными прокачками ну так как у нас вторые атлантики уже открыт этого в принципе большинство героев к скажем так в разных сборочках но хотелось бы конечно чтобы еще и аргументация была отдельного не одна для всех тоже было бы очень хорошо так поехали дальше быстро сейчас пробегусь но вроде я никого не пропустил да все все сотые просветы так окей ну что вот моя скажем так практически полная сила на сегодня но я еще думаю до 496 до качаю свободно даже может и больше к сожалению меня прокачаны прокачены некоторые герои которых я не использую но мы уже дождемся обновы посмотрим как нам будут давать сундуки и кого сливает ну поехали смотреть что у меня есть так такая вот шапочка исцеление почему исцеление можете посмотреть обзорчик очень очень хорошо заходит использую использовал скажем так для подземок сейчас его не использую такой вот друидик замедлением на архидемона но к сожалению последнее время другие там не канает и его скорее всего я солью смерть тоже не использую 12 скил бог войны тоже скорее всего солью так как не использую атлантик атлантик неплохая сборочка вот такая вот но пока тоже очень редко использую рташка тоже ненужный герой с прокачан для судьбы с ожогом так фея с бастионом ну баст качал я ее вообще не использую химера топовая для архидемона разруха ну с ракушкой видели думаю обзор тоже по сути герой не особо нужен но так как 12 скилл в принципе пригодился королева гарпи которую тоже не использую скоро будет судьбе и пока она есть в алтаре кенди с бастом тоже ее не использую укротитель на архидемона топовый атлантик замедление леди левого для пвп локации в основном для лабиринта она там используется вот такая вот заклинательница с ожогом на обзор на нее еще не делал ну топовая фрея на урон вы на нее обзор видели еще одна с бастом универсальный талант для нее несмотря ни на что все таки самый один из лучших также и с разбросом чисто прокачал потестить что же будет седна с каменкой ну тут будет священный огонь стоять такой вот повелитель бури на урон прокачал потестировал честно скажу все таки урон ему не катит еще один повелитель который обзорчик на которого есть и который самый самый топовый во всех локациях это священный огонь риббит которого тоже не использую валяется ну иногда в забытую его ставлю чисто ради теста огнекрыл тоже с универсальным талантиком это бастион на него так же огнекрыл порочный пак собранный на урон еще соберу одного либо с ожогом потестирую либо со священным огнем ну опять же когда кого-то солью асура с каменкой тоже перекачаю священный огонь поставлю идеальная сборочка вот именно с каменкой ну вот пошли уже у нас двойные скины точнее таланты горгул бастион огненная защита неплохо смотрится также утекание и ярость небес ярость небес не использую купидон качал под архидемона думал там не будет хватать разброса поставил ему и вместо ремки разброс прокачал также купидон с богом войны один из первых с какими трешивал на подземках и все спрашивали зачем тебе такой купидон также купидон есть у нас с каменкой именно для лабиринта прокачал каменку чтобы он получал меньше урона на гоблинах использую его против тех гоблинов где есть гарпии где не хватает урона также замедлением топовый на архидемона но опять же на сегодня он не особо используется потому что это герои упираются в потолок 500 такой вот дракончик бастион огненная защита тоже его не использую 12 скилл обзор на него делал минотавр вот есть у меня железная воля топовый талантик для подземок для битвы гильдии также грубая сила и скорее всего я грубую силу поменяю на порочный пакт и пока не определился кому я его поставлю так капитан дрейк ударные скажем в свое время скилл бога войны можно уже сливать либо на грубую силу либо на порочный пакт с бастионом более менее универсальный вот с грубой силой еще один с огненной защитой вот кстати неплохой неплохой кстати если вы хотите их не крыло ссылочка в описании конкурс действующий до конца месяца поэтому все в ваших руках ребят вот такая вот ведьма на боссов на архидемонов ну в общем в разные места такая же есть разбросом чисто ради теста с железной волей на пвп локации и на лабиринт там использую кто хочет можете зайти посмотреть топ взял побил топ на своей силе сейчас можно даже больше набить все 50 этажей она присутствовала так железная воля и бастион для нее топовые талантики ну ары тремочку оставил бог войны и ара бастион и разброс честно говоря последний раз использовал на битве гильдии возможно сегодня тоже опять потрошую такой вот влад дракула беспонтовый герой тоже буду его сливать не особо нужен вальтор огненная защита один из топовых талантиков и каменка для него держится хотя бы так же если живо и с богом войны но с богом войны буду сливать возможно пакт прокачаю бастион замедление на архидемона также есть грубая сила и разброс тыковка оставил бирсовую не захотел сливать оставил пока утекание на архидемона было сейчас тоже не особо актуально ну и самое топовое это исцеление и воодушевление два топовых талантика череп разбросы у череп бог войны бастион замедление на архидемона было утекание и ожог каменка малышник с грубой силой тоже очень круто смотрится ну и с бастионом есть то есть такой вариант так арктика замедление на архи и утекание использую тоже на архи возможно вернут архидемона посмотрим пока их трогать не буду и на лабиринт валька ожива так как не блокируется арой и сразу же оживает и ремочка есть то есть такая сборочка есть и вторая с ожогом не тестировал и с огненной защитой тестировал уже давно тоже интересный вариант топовая медуза бог войны железная воля железная воля на пвп бог войны так под архидемона замедление тоже под архидемона и разброс дедушка замедление бог войны не актуальный на сегодня очень герой потому что есть куча других героев ну кому-то на подземке на первые левела он подойдет душик с топовым талантиком разбросик и также ярость небесна стану не использую пока ожог замедление для демонов таса грубая сила ожог и разброс бастион вот такая вот сборочка также есть сердцеедка тоже ее не использую часто бог войны баст разброс замедление ну вот анубисы пошли один из топовых на сегодня на пвп локации это ожог на подземке это железная воля порочный пакт на подземке даже на битве гильдии его использую очень прикольно кто хочет посмотрите обзорчик с огненкой тоже неплохо смотрится ну и каменка который поменяю на священный огонь и воодушевление на фарм локации также есть ронин для багажки с ожогом со стойкостью еще не тестировал с гневом даже есть прокачал по фану и с бастионом есть вот такое вот утекание и бог войны обзорчики тоже на некоторых есть призрачный всадник на лабиринт прокачанный замедление утекания вот стрелок на которого обзоры тоже сделаю тоже неплохая вещь слил каменку поставил огонь плюс 65 процентов есть с бастионом ожог тоже неплохо огненная защита смотрится ну то есть это топовые такие талантики для нее но это уже на архидемона и тоже стойкость еще ему канает так точнее ей одержимый разброс каменка топовый талантик бог войны на подземке прокачал тоже солью поменяю на какую-то атакующий либо грубую либо пашку огненная защита тоже обзор есть когда-то на битве гильдии был нужен ну дальше идут уже донатные огнекрыл хотелось сказать некрас огненка топовый талантик ну ожог как вы знаете фигня для него также есть воодушевление на фарм на битву гильдии ожива 8 8 тоже так же вот огонь один из топовых талантов для него сегодня и еще есть каменка их я отдельно затестирую покажу отдельный еще раз обзорчик есть стойкость бог войны ну атакующий талант ему не нужен лучше с атакующего уже баст поставить ну и разбросик есть тоже для сета скажем так героев собирал возможно где-то когда-то пригодится дальше у нас идут рино бог войны бастион не особо актуально дальше каменная кожа один из топовых талантов ожог тоже топовый талант огненная защита топовой ну и самый топовый на сегодня это священный огонь обзорчик на него тоже есть ворожая точно так же топовые таланты только стоят везде помогают то есть утекание был прокачан на архидемона дерево есть ожог еще честно говоря не особо тестировал но скорее всего поставлю священный огонь и ожива ремка рунами ну вот хранители аналогично утекание на некоторые локации фарм каменка прокачал чисто по фану показать вам что лучше каменка или стойкость есть со стойкостью есть бастом с огненной защитой самым топовым и с ожогом но я его еще толком не тестировал не показывал франки с топовым талантом на урон нафиг не нужен бастион тоже такое себе с каменкой было очень неплохо тоже верну ему священный огонь когда будет их хватать бигфут бастион неплохой вариант но не очень против некоторых вариант ну в некоторых локациях он вообще не канает то же самое ожог топовый священный огонь и топовые исцеления в плане того что отхил идет но опять же не настолько топовый как все остальные потому что сливается дефа нет ну варлыки вот недавно вышел скин еще до них не добрался бастион тут каменка еще возможно поменяю на священный огонь не хочу качать сейчас думаю в раздумьях точно так же огненная защита есть для теста с его скиллом и грубая сила афинка топовая для фарма с бастионом прокачал есть с грубой силой бывашку слил поставил грубую и с огненной защитой так как не блокируется ну в принципе вот такой вот у меня ребят алтарь то есть героев у меня как вы знаете очень много я их вечно сливаю переливаю таланты меняю но это то что есть на сегодня скажем так более менее стабильный опять же до следующей обновы пока не выйдут новые таланты но я надеюсь это не скоро будет потому что тут еще надо много героев перекачать и хотелось бы на это немножко времени все пишите коменты как вам такой алтарь кого вы хотите посмотреть обзор возможно еще повторно вам затестировать в нынешних условиях участвуйте в конкурсе на их не крыло подписывайтесь как обычно смотрите за китакой китака скоро будет топовым аккаунтом на другом сервере и возможно где то дальше переберемся скажем так посмотрим все всем удачи всем пока 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 пока